После кризиса 2009 года стало очевидным, что одно из главных качеств, которые собственники бизнесов ожидают от топ-менеджера, это способность результативно работать в условиях, первое, непредсказуемости внешней среды, второе, недостаточности данных, третье, постоянных изменений. То есть важна способность топ-менеджера работать в условиях постоянной нестабильности. Роль топ-менеджера в бизнесе двояка. Он залог баланса интересов стейкхолдеров, потребителей, акционеров, государства, общества, партнеров. И он же залог доверия, главной ценности в бизнесе, без которой бизнес в принципе невозможен. Чтобы отвечать этим вызовам и эффективно выполнять свою роль, топ-менеджер должен, первое, осознавать ценность репутационного капитала своего бизнеса. Второе, понимать его сущность. И третье, уметь управлять им с помощью профессионалов. О ценности репутации хорошо могут сказать цифры. Эксперты утверждают, что до 60% рыночной стоимости компании зависит от ее репутации. И повышение уровня репутации хотя бы на 1% вызывает рост рыночной стоимости на 3%. Наблюдение за биржевыми котировками показывает, что компания может одномоментно потерять от 30% стоимости в результате публичного кризиса. А иногда и весь бизнес. То, что мы стали самым уважаемым оператором страны по результатам исследования, самая уважаемая компания Казахстана, которую провел Reputation Institute, для нас большая честь и ответственность. Где же часть CEO в этой картине? Британская компания Interbrand, уже два десятка лет оценивающая мировые бренды, считает, что ценность репутации руководителя может составлять около 70% рыночной капитализации компании. Это, конечно, верхняя граница вилки, которую можно применить, ну, например, к такой компании, как Virgin, ее основателю Ричарду Брэнсону. Но в любом случае репутация CEO является существенным фактором репутации компании. И наоборот. Я бы сказал, что 120% репутации руководителя зависит от репутации его компании. Если все очень упростить, то бизнесы всего мира, а значит и все топ-менеджеры, борются за достижение одной цели. Это рост. Именно на рост, на его потенциал, способность управленческих команд его реализовать ориентирована биржа. На фондовой бирже NASDAQ, кстати, котируются и компании в Ampelcom Group, частью которой является Beeline Kazakhstan. Чтобы обеспечить рост требуется многое. Эффективность операций, скорость процессов, прорывные решения, команды, инновации. Для меня репутационный капитал бизнеса – это подушка безопасности для роста, без которой все усилия могут оказаться бесполезными. Поэтому я за системное и профессиональное управление репутацией. Если говорить о Beeline Kazakhstan, то сейчас мы перешли от уровня корпоративных коммуникаций на уровень управления репутацией компаний. Для меня управление репутацией состоит из следующих шести больших модулей. Первое – следование ценностям. Их четкое определение следованием и интеграция в рабочие процессы компании. Именно понимание ценностей бизнеса дает представление о таких вещах, как что такое хорошо, что такое плохо. Какие решения мы принимаем, каким образом мы их внедряем, какие люди у нас в команде. Без внятного определения ценностей и разделения их всеми сотрудниками, я думаю, успех в бизнесе не достижим вообще. Второе – баланс слов и дел. Одно из старейших американских пиар-агентств, Берсон и Марстеллер, провело исследование среди ста руководителей компаний из списка Forbes с целью определить идеальную формулу баланса между коммуникациями и действиями руководителей компаний. Результат для обоих оказался почти одинаковым. Соотношение слов и дел оценивается как 40-60. То есть, конечно, нужно уметь отвоевать свою долю голоса в современном, загруженном информационном пространстве. Уметь рассказать свою историю, сделать ее интересной и заметной для аудитории. Но делать компания должна больше, чем говорить. Третий модуль – выполнение обещаний. Гораций сказал, большие обещания уменьшают доверие. Я глубоко убежден, что выполнение обещаний – это залог существования бизнеса. Четвертое – модуль обязанность слушать, слышать и понимать. Слушать – это исследование, мониторинг, личное общение и другой любой инструментарий сбора данных. Слышать и понимать – это качественный системный анализ, наличие понятных показателей, отслеживание их в динамике. И по итогу – практические выводы и управленческие решения. Пятый модуль – работать с профессионалами и доверять профессионалам важно и нужно. Но нести персональную ответственность за результаты должен топ-менеджер. Шестое модуль и последний. Я бы назвал этот принцип таким образом, что быть интересным для общества. Интересным бизнесом, интересным человеком, интересной командой. Нужно уметь вдохновлять людей идеей, харизмой, примером, результатом своей работы и удовольствием, которые можно от нее получать. Итак, еще раз. Первое – следуйте ценностям. Второе – балансируйте слова и дела. Третье – выполняйте обещания. Четвертое – услышьте и постарайтесь понять аудиторию. Пятое – работайте с профессионалами, но несите персональную ответственность. И шестое – будьте интересны обществу. И в завершение хочу вспомнить слова Авраама Линкольна. Характер подобен дереву, а репутация – его тени. Мы заботимся о тени, но на самом деле надо думать о дереве. Поэтому хочу пожелать вам, управляя репутацией, не забывать о самом главном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова